Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Другими словами, в среднем это каждый десятый ребенок из рождающихся. Таких пациентов уже 50 лет. Обхаживают неонатологи Якутии, каждый день отвоевывая у смерти жизнь, которая едва началась. Завтра, 17 ноября, отмечают Международный день недоношенных детей. В связи с этим, сегодня в нашей студии гости Наталья Титовна-Сосина, врач-неонатолог отделения реанимации новорожденных Якутской городской клинической больницы. И Евгений Накентьевич Бурцев, главный штатный неонатолог республики, временно исполняющий обязанности главного врача, строящегося перинатального центра. Доброе утро, уважаемые гости. Наталья Титовна, как зарождалась неонатология Якутии? Вы знаете, первое отделение, специализированное по лечению новорожденных детей, в том числе недоношенных детей, открылось 24 октября 1967 года, когда построилась детская республиканская многопрофильная больница. И основателем отделения у нас является Гаврила Варита Семеновна. В те годы она была выпускницей Свердловского мединститута и Ленинградского педиатрического института, где она прошла клиническую ординатуру. И в рамках этого Международного дня недоношенного ребенка мы завтра проводим юбилейное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею этой специализированной стационарной помощи новорожденным детям. Отделение тогда было на 20 коек. До открытия этого отделения новорожденные дети проходили лечение в условиях родильных домов, где, конечно, условия не соответствовали лечению тяжелобольных новорожденных детей. Это отделение позволило снизить младенческую смертность по тем годам практически в 10 раз. И на сегодняшний день у нас очень хорошие показатели младенческой смертности. После открытия этого отделения оно проработало 30 лет. И с этого отделения началось развитие трех отделений для новорожденных в перинатальном центре, национальном центре медицины. Сейчас это очень большая разветвленная неонтологическая служба республики. Какова статистика на сегодня по рождению недоношенных детей? У нас, если считается, что каждый десятый ребенок в мире рождается раньше срока, то в нашей республике эти показатели больше. Каждый седьмой, восьмой ребенок у нас рождается раньше срока. Почему? Эта тенденция сохраняется в последние годы. Но тут много факторов. Во-первых, это, конечно, что несколько ухудшилось здоровье мам. Мамы стали рожать боли в позднем возрасте. Потом у нас иногда бывает неконтролюемое применение лекарственных препаратов. Вот такие условия в основном. А вот здоровье мамы ухудшилось, это все-таки физиологически, то есть, либо это они сами ухудшают свое здоровье, то есть, ведут неправильный образ жизни, питание может быть неправильно. Тут много тоже причин, однозначно не скажем, да, конечно, но один из факторов является, конечно, то, что у нас некоторые женщины очень легко, не так тепло одеваются, как раньше. Красота на первом месте. Во-вторых, сейчас распространяются заболевания, передаваемые половым путем. Основная причина преждевременных родов, вот эти заболевания могут быть, да. Ну и, конечно, сам образ жизни, ну и питание наших вот женщин тоже. И много женщин с анемией, да. Много женщин, у которых имеется другая экстрагенитальная, так называем, патология хроническая. Ну, вот эти вот причины в основном являются основными причинами, да, рождения преждевременных родов. Ну, и бывают случаи, когда очень юные мамы рожают детей раньше срока, которые не подготовлены в физическом плане, в психологическом плане выносить ребенка. Но все-таки время не стоит на месте, и технологии тоже играют, да. Играют свое, нам известно, что строится перинатальный центр, да, Евгений Акинкиневич. Расскажите о строящемся центре. Мы из-за решения как раз проблемы недоношенных детей, руководство страны из нашей республики видело постройки именно перинатальных центров по всей России. Одним из 32 перинатальных центров, нашему счастью, будет строиться и будет достроен сейчас в городе Якутске. На сегодняшний день завершается этап строительства. Практически, значит, доставлено все медицинское оборудование и аппаратура на объект. Сейчас идет его установка, подключение к сетям, монтаж и дальнейшее уже начало работы. Согласно сетевого графика, который существует при каждом объекте, строящемся, ввод в эксплуатацию предусмотрен на декабрь 2017 года. То есть в декабре 2017 года республика получит современный, оснащенный и новый перинатальный центр. Здорово. Уже в декабре, да? Уже в декабре этого года. Штат сотрудников уже подобран, да? Штат практически весь подобран, потому что работа по набору именно врачей, среднего персонала начался практически с момента закладки первой сваи 2014 года. А где, кстати, построился этот здание? А как бы объяснить. На территории, значит, получается, больничного комплекса, где находится республиканская больница номер 2, городская больница клиническая, там, где находится спид-центр, вот там и находится новый перинатальный центр. Ну, переходя к главной теме, да, снова, уменьшилась ли статистика смертности? Да, значительно уменьшилась смертность. И надо знать, что недоношенный ребенок – это не приговор, да. Большинство недоношенных детей, получая качественную медицинскую помощь, они вырастают абсолютно здоровыми, умными людьми. Есть великие люди, которые родились с недоношенными людьми. Это Ньютон, очень известный такой ученый, да. Эйнштейн тоже родился раньше срока. Так что это не приговор. И по нашему, вот по нашему наблюдению, да, сейчас у нас очень многие недоношенные дети, они являются студентами, они уже создали семьи, да, они родили совершенно здоровых детей. Вот, ну, этот день отмечается во всем мире с 2009 года, да, по решению Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Эта традиция зародилась в Австрии, в городе Вена, когда первый раз выпустили от пяти лет этот праздник. Наталья Титовна, Евгений Акентинович, спасибо вам, что пришли к нам этим утром. С нетерпением, земля открытая. Желаем успехов вам в работе, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok